Меркуриал. Спектрия. Спектра воплощение мести и ярости давно умерших душ. Это тьма, которая была древней даже в миг создания мира. В погоне за своими врагами она способна метать особый кинжал, позволяющий ей двигаться вне материальных преград. Отчаяние и страх наполняют сердца тех, кому не повезло столкнуться с ней в одиночку. Ее жажда разрушения неутолима и наступающая битва именно то, что она так долго ждала. Смотрите, Спектра один из самых плотных ловкачей. Лично я считаю, есть, возможно, есть и плотнее ловкачи, да, как Морф, допустим, с Перекачкой, либо Сларк. Со вторым его по армору не пробьешь. Но Спектра это сегодня у нас особый персонаж, по которому мы сегодня поговорим. Расскажу, что у нее делает первый спелл, как у нее работает второй и, соответственно, что такое дисперсия. Ну и как работает ультимативная. Готовы? Тогда поехали! Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже это Спектрал Даггер. Спектрал Даггер у нас позволяет таргетно кинуть вот такую штуку. Можно на землю, смотрите, можно на энермии оппонента. Вот такой вот след появляется. На 2000 расстояния летит этот Даггер. И что у нас будет делаться, я вам сейчас расскажу. Давайте разберем по уровням прокачки сначала. Во-первых, Спектра будет ускоряться на этой тропе, плюс энермии оппоненты будут замедляться на этой тропе. Плюс в радиусе 125 от этого Даггера, когда он будет пролетать, если он кого-то зацепит, этот Даггер нанесет урон. Смотрите, уровень и ингрис, и movement speed, так сказать, они будут разные. На первом уровне 50 дэмэджа и 8% замедления плюс ускорение. На втором левеле 12% замедления, ускорения процентов и 100 дэмэджа. На третьем уровне 16% замедления и ускорения и 150 дэмэджа. На четвертом уровне 20% замедления и 20% ускорения и 200 дэмэджа будет наноситься. 16 кд, 16 секунд кд у нас и 130, 140, 150 и 160 маны будет брать данная способность. В общем, смотрите, как это работает. Есть энермии оппонент у нас. Опа, закидываем Даггер и за ним летит вот эта вот штука и все, и все. Наш энермии оппонент подсвечен и мы, так сказать, можем спокойно догнать его, потому что энермии оппонент замедлен. Длительность этого замедления всего, так сказать, длительность вот этой тропы, будем называть так, 12 секунд. И как бы энермии оппонент никуда у нас не денется. Плюс также дает хороший вижен, если мы, допустим, просто так кидаем и все. Видите, хороший вижен дает. Но есть тут еще одна фишка. После двух секунд, когда вы закинули этот Даггер, вы можете игнорировать текстуры. То есть это одна из специфик данного персонажа. То есть вы можете просто игнорировать текстуры, но когда Даггер кончается, видите, вы можете просто застрять. Так что, ребят, не забывайте. Плюс есть еще тут одна особенность. Когда мы кидаем Даггер в инвизного персонажа, и персонаж уходит в инвиз, за ним идет след. То есть вот это, так сказать, черное пятно, оно будет за ним идти. То есть будет подсвечиваться. Это очень прикольно, потому что позволяет нам видеть невизных энермии. И инвизных невизных инвизных энермии оппонентов. Соответственно, даст нам вот такие вот плюшки. Ребят, по поводу замедления и ускорения, думаю, все понятно. Закидываем Даггер, ускоряется персонаж, и энермии персонаж у нас замедляется. Плюс тут еще есть такие фишки, о которых я вам сейчас поведаю. Смотрите, если, допустим, все толпой кто-то стоят, ну там, может, РП Магнуса там залетело, там ЕС там топает, и мы кидаем вот так вот Даггер, и всех цепляют в 125 радиус, то, соответственно, две полоски у нас тут энермии оппоненты уже будут давать, и, соответственно, как бы, ну, оба персонажа будут замедлены, и будет по кайфу. Будет по кайфу, ребят. В общем, как-то вот так. Касаемо Эвейда, Эвейда данной способности. За Эвейдить эту способность почти невозможно. Знаете почему? Потому что эта способность даже в линку, в принципе, работает, и это, это как-то так, и как-то так и есть, ребят, на самом деле. Сейчас мы тут ускоримся немного. Побежали. Побежали, побежали, смотрите, как мы быстро бегаем, как мы быстро бегаем, найс. Блин, я так кайфую с этой способностью, ребят, в геймплее вы просто кайфанете, как по кайфу пользоваться этой способностью, потому что она очень сильно ускоряет, и вы можете просто как можно быстрее убежать из драки. Так вот, за Эвейдить эту способность нельзя, развеять эту способность нельзя, то есть, допустим, в спектре, как правило, берут диффуз, и ты кидаешь такой даггер, бежишь за кем-то, кидаешь ему диффуз, соответственно, ты с него этот даггер не снимешь. И вот как-то так. Плюс линка эту тему как бы тоже не блочит, как бы след все равно остается, increase получается, и замедление тоже получается. Ребят, в общем, спейл очень простой, позволяет игнорировать какие-либо препятствия, high ground и low ground, плюс наносит дэмэдж, радиус 125, если кого-то даггером цепляет, очень хорошее расстояние, 2000, требует 160 маны на ласти, и наносит 200 дэмэджа, это как бы, ну, как бы все такое. И не забывайте про, так сказать, тайминги, тайминги, то есть через 2 секунды после того, как вы закидываете даггер, вы можете проходить через текстуры. И замедление, и increase тоже дается не сразу, ребят. Так что дается не сразу. Нужно определенное количество времени, там буквально, ну, чуть-чуть, чуть-чуть подождать, и сразу вы пробафаетесь. Так сказать, видите, он постоянно так моргает, то есть, соответственно, считывает дорожку, и побежали. Ну и, в принципе, это все по данной способности. Поехали на вторую способность. Следующая способность, друзья, у нас очень интересная. Называется дизалейт. Дизалейт – это чистый урон. Первый спелл у нас наносил магический дэмэдж, а второй спелл – это чистый урон. Как этот чистый урон работает, я вам сейчас покажу. Смотрите, прокачиваем на раз. Давайте по уровню прокачки сразу. На первом левле 20, на втором 35, на третьем 50, и на четвертом 65 бонус дэмэджа. Обратите внимание на эту картинку. Я даже ее увеличу. Посмотрите на нее. Вы видите, как будто такие глаза, и один такой испуганный, и много таких типа спектр, да? Это не просто так. Неспроста эта картинка, и очень мне она нравится. И, соответственно, что у нас происходит, когда энеми оппонент у нас тут один. Один, видите? Ему наносится урон, но стоит кому-то подойти поближе, дэмэдж бонусный уже не идет. Как это работает, я вам сейчас объясню. Смотрите, если в расстоянии 325 никого нету рядом, то спектра наносит бонусный урон. Этот бонусный урон очень, кстати, очень хороший и очень большой, на самом деле, плюс он чистый, и это очень заметно, когда рядом никого нету, очень мощно начинает бить спектра. Плюс, также тут поменяли на 85-й карте, что дизалейт у нас работает также и на крипов, если рядом никого нету, то есть, допустим, один крип остался, то его мы быстрее убиваем, потому что у нас тут 65 бонусного на ласт левеле чистым дэмэджем это очень много. Данная способность у нас работает на иллюзиях, то есть, соответственно, если это будет манта, то есть, допустим, итем манта, смотрите, и мы такие вгрызаемся в спектру, в кробу, посмотрите, как у нее хп улетает. Просто с каждой, с каждой, с каждой иллюзией идет дизалейт, и, соответственно, это дизалейт первого левела был, если что. И очень мощно уничтожает наша спектра. Ребят, все мы знаем, что это пассивка, а пассивки у нас отключаются с сильверейджем, и, к сожалению, это, так сказать, минус данного героя, у него и третий спел тоже будет отключаться, и будет убирать, ну, очень много силы с нашего героя. Вот, и, соответственно, как-то так. Плюс, это не уникальный модификатор атаки, то есть, соответственно, можно сатаники, там, всякие, всякие дизали собирать, но на спектре дизоля ни разу не видел, честно вам скажу. И, в принципе, это все. По данной способности тут больше нечего, как бы, говорить. Работает она, когда рядом никого нету в АОЕ 325 единиц. Соответственно, вот так вот как-то вот и будет работать. Это сделано специально для ультимативной. Так что, ребят, вот такой вот у нас спел. Поехали далее. Итак, друзья, следующая способность, которая у нас есть у спектры, это дисперсия. Дисперсия, это то, за что у нас спектра, в принципе, ценится. Это именно ее жир. Ее распространение демеджа. Данный демедж, который она распространяет с помощью данной способности, является отниманием здоровья. То есть, соответственно, под этим спелом, по идее, можно хилиться. То есть, допустим, минус итем. Хеал. Минус итем. 75. Вот так вот делаем. И смотрите, вкачаем дисперсию. И у нас тут кроба будет вот так вот душить, да. Мы тут хилимся спокойно. И ничего у нас не сносится. Это первая фишка. Но, смотрите, данная способность имеет специфику. То есть, дисперсия, это специфический такой, так сказать, спел, который работает в четырех стадиях. Раз, два, три, четыре. Да, в четырех стадиях, в четырех фазах, можно сказать. И я вам сейчас об этом расскажу. Первое, о чем нужно знать, это давайте расскажу в целом, что такое дисперсия. Дисперсия, это смягчение дэмэджа по нашему персонажу и распространение дэмэджа по всем энэми оппонентам в АОЕшке 1000 единиц. Данное распространение дэмэджа, оно будет варьироваться в зависимости от расстояния энэми оппонентов к нашему персонажу. То есть, вообще, эта тема вся работает в 1000 АОЕ. Но распространение дэмэджа будет в зависимости от расстояния энэми оппонента к нам разное. Думаю, понятно объяснил. Смотрите, вообще, эта тема работает на 1000 АОЕ, я повторяюсь. И по уровням прокачки, смягчение дэмэджа, которое 100% навсегда на нашем персонаже. 10, 14, 18 и 22% на ласт левеле. Плюс эти 22% на ласт левеле, которые у нас будут разноситься, они будут разноситься. Вот нанесли нам дэмэдж, эти 22% разнеслись. Они разноситься будут по-разному. Разберем несколько фаз. Минимальная фаза, так сказать, 100% возврата дэмэджа, то есть, соответственно, будет у нас 100% возвращаться 10, 14, 18 и 22%. Это 300 единиц, так сказать, рейнджа. То есть, допустим, вот в этом расстоянии, в расстоянии 300, к Робелусу будет возвращаться 100% распространение дэмэджа, которое вот у нас есть тут. 10, 14, 18 и 22%. То есть, никак не уменьшится. Но если расстояние у Робелус будет 475, то ей будет возвращаться 7,5, 10,5, 13,5 и 16,5% от 22%, так сказать. Вот, то есть, получается, чем дальше энеми оппонент стоит, тем меньше ему будет возвращаться дэмэджа. Соответственно, на фазе 650 расстояние будет дисперсия работать так. 5, 7, 9 и 11% возврата. То есть, на ласт левеле будет уже 11% возвращаться. И четвертая фаза возвращения урона будет 825 АОЕ. И 1000, это уже крайнее будет. То есть, 825-1000 будет возвращаться 2,5, 3,5, 4,5 и 5,5% дэмэджа, нанесенного по спектре. То есть, логически, если подумать сейчас, о чем я рассказываю, а рассказываю я, походу, нифига не понятно, потому что я понимаю, о чем я говорю, вроде как. А или не понимаю, не знаю. Я понимаю отлично, что, смотрите, расскажу просто, очень просто. Чем ближе энеми оппонент стоит к спектре и чем больше его бьет, тем сильнее ему возвращается. Но не может возвратиться больше, чем 22% от нанесенного дэмэджа. То есть, соответственно, вот так вот будет дэмэджа 22% возвращаться, вот так будет возвращаться 16%, вот так будет возвращаться 11% и самое последнее 5,5. То есть, допустим, если отсюда будем. То есть, все довольно-таки просто работает. Плюс наша спектра становится жирнее на 22% на ласт-левеле. То есть, я говорю всегда по последнему уровню, потому что так именно понятнее будет объяснить. В общем, в принципе, этот спелл очень жесткий. Ребят, очень жесткий. И эта тема у нас не работает у иллюзий, к сожалению. К сожалению, прикиньте какие-то иллюзии у нас были бы жесткие. Ну и, соответственно, врубается эта тема с сильверейджем. Спектра сразу заметнее становится слабее. Она становится более такая ватненькая. Ребят, то есть, все, наверное, замечали, что спектра, она какая-то жирная становится. Вот вам ответ. Она становится жирной за счет дисперсии. Дисперсия смягчает дэмэдж по спектре на 10, 14, 18 и 22%. Надеюсь, все понятно. И возвращает этот дэмэдж размером 10, 14, 18 и 22%, если мы находимся ближе, чем на 300 АОЕ. Ну, а так, в принципе, этот спелл работает на 1000 АОЕ. А, так сказать, вот эти фазы, которые я вам рассказал, 300, 400, 75, 650, 825 единиц расстояния, они разные по возврату дэмэджа. Я табличку, наверное, все равно вот тут оставлю. Вот так вот. Посмотрите, то, о чем я рассказывал по возвращению дэмэджа, ребят. Вот вам табличка, в принципе, тут все понятно. Самое максимальное количество дэмэджа, которое мы можем вернуть, а именно 22%, мы можем вернуть энэми оппоненту, так сказать, когда он нас будет бить в АОЕшке 300 единиц. Вот, в принципе, и все. Ребят, не забывайте качать дисперсию хотя бы на разочек, ведь это увеличивает шанс выживаемости минимум на 11%. Ребят, это минимум. В общем, это все. Поехали на ультимейт. Итак, друзья, подошли мы уже вплотную к ультимативной, и сейчас я вам расскажу, как работает у нас ультимейт. Прокачиваем ультимейт. И давайте, в принципе, поговорим по уровням прокачки. По уровням прокачки у нас 4, 5, 6 секунд появления иллюзий. То есть, соответственно, давайте вообще покажу, что такое у нас ультимейт на спектре. Я нажимаю одну кнопку. Рядом с каждым энеми-оппонентом появляется у нас спектра. Такая иллюзия спектры и начинает бить. Дэмэдж и все остальное я вам расскажу чуть позже. В общем, вот такой появляется спелл. Длительность этих иллюзий у нас 4, 5 и 6 секунд на ласт-левеле. Через секунду после появления данная иллюзия начинает бить. То есть, соответственно, 3 секунды начинает она бить, если она, допустим, на первом левеле прокачивает. То есть, на 4 секунды дается эта иллюзия, которая появляется глобально. То есть, мы нажимаем ульт и в любой части карты у нас просвечиваются энеми-оппоненты и появляется там иллюзия. Через секунду он начинает бить. Бить она начинает с 30% дэмэджем от нашего родного урона. То есть, соответственно, от вот этих 69 дэмэджа она будет наносить 30%. И получает эта иллюзия 200%. 200% урона. Эту иллюзию никак, так сказать, нельзя заивейдить. Ее можно только убить. Если мы накинем на нее юл, она будет в юле крутиться за вами. Если мы ее попробуем застанить, стан она не принимает. То есть, она, эта иллюзия, она будет 100% бежать за вами. Вообще, пофиг, если вы будете в БКБ. Она тоже все равно появится. То есть, тут ничего не спасает от этой способности. Какие у нас тут есть приколюхи? Появляется вот такой вот спелл. Вот такой вот. И что-то, и что-то написано. Хаун, типа, иллюзия. Типа, ну, не выбрано, типа, не выбрано хаун. Типа, выберите свою иллюзию хаунта, чтобы, так сказать, блинкануться туда. И вот этот спелл у нас что делает? Давайте докачиваем. Да, так сказать. Ну, можно даже, в принципе, не докачивать. Поехали. Так, пишем ре. И смотрите. Спектра. Нажимая ультимейт. Может блинкануться. Давайте сюда. Заменяемся. Видите? Оп. Заменяемся. Можно вот так вот меняться местами. Так сказать. Брать вот эту иллюзию. Так сказать. И меняться с ней местами. То есть нажимаем хаунт. Оп. Опять обратно можем. Оп. Вот сюда. Можем опять обратно. То есть, соответственно, мы меняемся местами с иллюзией. Меняемся местами с иллюзией, которая у нас есть. Понимаете, как это работает? То есть мы можем по драке в теории, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так вот мы можем блинковаться по драке, в принципе. Это прикольно. Это прикольно, друзья. То есть, как это работает, в принципе, тут все понятно. Создается вот такой вот ультимейт, хаунт вот этот. И мы можем спокойно поменяться местами с иллюзией. И, допустим, нам нужно кого-то лоу хп добить. Ага, создаем ульт. Ага, вот сюда деремся. Деремся. Ага, видим, что не вывозим. Блинкуемся сюда. И все, и уходим просто. То есть, допустим, можно сделать так. Друзья, вариативность использования данной способности очень высока. С работой дизалейта данный ультимейт становится очень опасным. Потому что, если вы стоите один, и, соответственно, вам будет очень плохо. Вам будет очень плохо, потому что, во-первых, иллюзия будет, ну, несмотря на то, что очень маленький урон, 30%, но все равно с дизалейтом будет очень много вам наноситься. Плюс, если там еще есть у спектра радиенс, плюс диффуз, будет очень больно. Друзья, в принципе, более тут и нечего рассказывать по данному ультимейту. То все очень просто и, соответственно, как-то так. Иллюзия у нас имеет вот эта, которая бежит за энеми оппонентом. Моумен спид 400 единиц родной МС. И так, как бы, в принципе, более ничего тут нет, в принципе, смысла рассказывать по данному персонажу. И по данному ультимейту нажимается, смотрите, вот так вот. То есть, допустим, дайте выделить кробу. Я не могу кробу выделить. Боже, это трэш какой-то. Как мне? Ужас. Иногда, кстати, бывает, что эта иллюзия ультимативная очень сильно может заблочить энеми оппонента. То есть, соответственно, вот как сейчас вот, допустим, застрял, да, персонаж. Так, бежим, нажимаем. Оп. Смотрите, кидаю. И она будет за вами бежать. Она, видите, она бьет дезолейтом. То есть, соответственно, это очень жестко. То есть, вот именно про это я вам говорю. Ребят, в общем, показал вам некоторые фишки, которые есть. В общем, запоминайте, что такое у нас ультимейт. Глобальная дистанция. Нажимаем кнопочку, появляется вот тут где-то, где энеми оппоненты. Появляются у нас такие иллюзии. Мы можем туда прилететь с помощью вот этой способности. И все. И все. И душить. Друзья, в общем, этот гайд, надеюсь, вам понравится. Лайки не буду, как обычно, просить. Кому понравится данный гайд, обязательно поставьте. Если вам нравится. Я не могу заставить вас поставить лайк. Не могу подписаться, заставить вас. Также, если вам просто нравится гайд. Если вы ждете какой-то определенного героя, подписывайтесь. Гайды будут на всех героев. Не надо спрашивать, а будет ли на того. Будет ли на того. Ребят, делаю гайды на всех. Уже сделал около, ну, где-то 60 героев. Я точно не помню. Уже некоторые гайды начал по чуть переделывать. Потому что уже научился делать более информативные гайды. И более красивые. Соответственно, пожелаю вам приятного просмотра. И обязательно, так сказать, поддерживайте меня. И я вам реально благодарен за то, что вы меня поддержите. И смотрите мое творчество. В общем, все, ребят. Приятного просмотра. И поехали на геймплей. Поехали, поехали. Ну что, Тиндерлими. Поехали. Гуэдэ на спектру. Ребят. Спектра сильный герой. На самом деле. Но есть у нее нюансики. К сожалению, все выключается у нее одним предметом. Одним предметом все урубается. Поэтому персонаж такой. Не очень сильный и очень сильный. В принципе, статы у нее плохие. Но. 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 Статы плохие. Но она, так сказать, все компенсируется. У нее. Большим количеством смягчения с третьего спела. Так что вот так, ребят. Так, что берем. 8 тангусов. Так, ребят, бинды слетели. Сейчас, секундочку, поправим. Все. А то бывает, знаете, вот сейчас после нового обновления. Боже, не могу свернуть. После нового обновления, к сожалению, бинды не работают. Да, ребят, не стоит забывать. Что вот это сообщение, которое вылетает на спектре. Это сообщение говорит о том. Пже, танго. Нет. Это мне, брат. Тебе сап даст. Вылетает это сообщение, варнинг. Этот варнинг сообщает о том, что нельзя как бы риснуться. Один тебе даю, иди в задницу. Отстань, пожалуйста. Что нельзя рисаться на данном персонаже в текстурах. Но это, в принципе, все и так знают. АЕС не работает в текстурах. Также ульт Леорика не работает в текстурах. Это все, в принципе, знают. И что? Пойдет у нас Брис, смотрю, ботом. Поэтому пойдем на топ. Посмотрим, что у нас получится в этой катке. НСК-154. Подписчик, по-моему. Но очень жестко понапикали. Будем блейдмейл делать в любом случае. Ребят, очень много вариативности, что данному персонажу вообще прокачивать. И как на нем играть, в принципе. Персонаж очень интересный. Но такое, знаете. Сейчас посмотрим, что получится. Идем в топ, будем фармить крипов. Все у меня просят постоянно. Ну блин, ну сыграешь же ты уже. Сыграешь же ты уже на линии, на боковой. Сейчас посмотрите. ТСФ-0.12 выйдет с мида. По раскачкам реально посмотрим, что сейчас будем делать. По-любому тут будет блейдмейл, потому что там Хуск, Лего и Снайпер. Очень много пассивного дэмэджа. БМ на данном персонаже это очень хорошо. Маддесс на 85-й карте на данном персонаже я бы не собирал. А на 83-й, да, можно. Благодаря Маддессу на 83-й карте данный персонаж очень легко фармит леса. И очень быстро их фармит. Так, забрали две руны. Смотрите, еще идти не взяли. Очень много пассивного дэмэджа, поэтому будем... Посмотрим по фарму на самом деле, ребят. Смотрите, что там задрот на этом. Дэмэджа лишил их, просто они не делают ничего. Так как идем в топ-линию, ребят. Но вообще этот персонаж должен идти на изи-линию. И душить на изи-линию. Так, не пропустили. Крипа, которого надо. Надо деда вперед отправлять, ребят. Чтобы деда сливали и все было хорошо. Так, ну что? Что первым делом качаем? Смотрим на линию, видим снайпером. Покачаем третий, чтобы было какое-то так смягчение. От его, так сказать, атаки. Будет все хорошо. Берем топорик. Кини там еще у нас есть, да? Берем топорик и с топориком будем душить. Дагерок в два будет на третьем левеле у нас, ребят, говорю сразу. Желательно взять сапожок. Душить. Душить, душить, еще раз душить. О, Бара. Го-го-го. Души его. О, уже левел апнул. Вот серьезно. Серьезно, прикидывайте левел как апнул. Четко. Ты же умрешь сейчас на зомби, брат. Бара пишет. Неугомонный. Нет у меня. Нету спела. Видите, кто знал? Кто знал? Кто знал, ребят? Что так будет все? Боже, что происходит? Ребят, что за активная линия? Но мне очень много надо крипов добивать. Тут типа нельзя прогуливать их. Хорошо есть. Отлично. Даггер берем. Тангусики по КД. 8 тангусов почему беру? Потому что знаю, что, как правило, спектру очень сильно гнобят. И типа, ну, тангусы очень сильно помогут. Так сказать, в стоянии на такой линии. Вот смотрите, просто сколько тангусов было. И нормально. Филипс живет. Еще есть хилочка. Очень агрессивная линия снайпер, потому что стоит. И третий на раз. Это очень полезно. Третий на раз. Азез не... Кто догадался? Флаг вам в руки. И будем второй качать. Второй будем. Да что ты так спамишь? По КД шрапнели. А ну, у тебя что, не кадешься? Это что, не 85-я карта? Странно. Хорошо. Не надо, не надо кнопки нажимать. Даю замедло, братан. Замедло дал, говорит. Во второй вкачиваем. 150 маны. Немного. Зомбик, молодец. Правильный саппорт, так сказать. Бара идет. Правильный саппорт зомби. Меня не надо душить, пацаны. Я самый безобидный керри в мире. Меня трогать вообще не надо. Бара 200 ман, он не делает чарж. Почему-то. На топе 3 стоят. По КД. Фазы, ребят. Всегда вопрос, фазы или ПТ? Как правило, данному персонажу берутся фазы, чтобы как можно быстрее действовать с покупкой. Очень опасно я тут стою сейчас. Я в таверну уехал. Думал, если честно, сейчас они и забайтятся все на него. И снайпер разберу. Но не тут-то было. Ошибка моя, безусловно. Ну, не конец. Я не понимаю, только почему-то в топе трое стоят. Почему он тут реально стоит? Что за фигня происходит? Я не понимаю. Они втроем на топе стоят просто. Мне бы тут пофармить. Го-го, это мой клиент. Зачем? Хорош. Разбудился. Из-за дисперсии, скорее всего. Отлично. Второй качаем. Давай-давай-давай. Отлично. Молодцы. Тычку. 120 маны. Мансуем. Хилим. Хилимся. Мансуем и хилимся. Гоу. Фазы. Живи, бро. У меня слишком опасно уже становится. Боже, сколько крипов тут засуицидится сейчас. А томбу. Ребятки. Ребятки, я не знаю, тут столько крипов. Хорошо. Фазы есть. Нет. Ну что за активная линия, ребята. Ну что вы так душите. Так, фазы есть, можно поесть. Стики надо теперь. И основной атрибут это урна будет. Гоу на Б. Ресурсы все просадил. С ТП-шки прилетим. Вон бар с этим, с Ресипи. Так, Тэшка. ТП-шка. И побежали на базу. И обязательно Аквилу и Стик на данного персонажа. Просто обязаловка. Бара. Сейчас, сейчас. Я ТП. ТП-ТП сделаю с ультимейта. Ждите, ждите, ждите. ТП сделали. Отлично. Отлично. Просто найс. Просто найс. Хорошо. Вот спектра чем полезно? Это вот такие моменты. Просто прилетаешь, убиваешь. Как можно второй обузить? Просто тычку нажимаешь и отменяешь ее. Тут же. Обузим второй. Далее. Ребят, так как есть галдишко-золотишко, берем урну. Очень полезный предмет для нашего персонажа. Многие, наверное, удивятся, но урна это топ, ребят. Урна это топ. Просто запомните. Для данного персонажа урна это топ. По раскачке не смотрите. Типа, я второй взял, потому что второй нужен был. Я всегда ситуативно качаюсь. Если бы была еще тяжелее линия, я бы третий максимум. Понимаете, то есть как это работает? Так. Бегать много на этом персонаже нельзя, поэтому строго бежим на топ. Цирклетку взяли и надо тут на стик дофармить. Чуть-чуть остается до стика нам. Хорошо. Отлично. И фармим дальше, ребят. Это у нас сильный персонаж. Это единичка. Строгая единичка. Поэтому фарм в приоритете. Но не забывайте, что на 85-й карте в приоритете файты. Поэтому качайтесь так, чтобы вы могли жестко файтиться. И БМ обязательно. Аквила. Сейчас сделаем Аквилу и БМ. Аквила. Стик. И БМ. Ждем ультимативную. Нанизу зомбика душит бедненького. Ну. Я сделаю ТП. Братишка, не умирай. Братишка, ну погиб. Рубим деревце. Строго. Кидаем урну. В таверну парень отправляется. Этого парня тоже в таверну отправим. Уф. Очень быстрые ребята. О. И урну ему закидываем. Первый и урну. Он умер. Это наш клиент. Хорошо. Эх. Не дали застелить. Свинюка забрал. И снайпера. Снайпера свинюка забрал. И все забрал. Ну вот этого пацана дайте мне хотя бы. И он меня подкидывает. Ну что ж такое-то, а? Ну молодец, свинюка. Но мне бы, если бы дали, я был бы более на бустах. Сейчас бы 2К плюс было бы по золотишке. 2К плюс было бы. Хорошо. Ну все равно пойдет. Но 2К плюс по золоту было бы сейчас. Это фаст выход в радиенс. Пусть добивает его, чтобы не добил. Бедного эсэфа там убивают. Я не пойду туда. Со свинюкой, конечно, фармить такое себе. Уйдем отсюда. Свинюка не даст фармить. Зачем берется аквила на данного персонажа? Чтобы поднять себе монорек. Плюс урна. Это будет очень хороший монорек. Кто-то он идет. О, Бара. А что так нагло? Бежим через текстуры. Куда? Стой, дай сало. Умрет от урны. Найс. Молодцы. 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 Лол. Ребят, от 1 до 10 по классике жанра. Баратрум. Ахаха, Баратрум. Что у нас Баратрум имеет? Так, не надо за двуочку давать свою. Прикольный моментик, да? Бедный Бара. Ребят, дай бог ему здоровья. Так, ну на мид можно ТП сделать. У меня тут столько фарма. Свинюка погибла. Ребят, очень много фарма и не хочется отсюда отрываться, честно. Оп. Даже можно вот так сделать. Боже. Ультимативную качаем. Столько фарма тут, что я, честно, сейчас кайфую. Вот сюда срубили. Вот это чисто эстетика фарма. Кайф. Тысяча шестьсот на кармане есть уже. Отлично. Найс. Хорошо. Так. Вот так вот. Дезолейтом. Душим. Надо отсюда уходить, ребятки. Бежим. Бежим. Выкладываем. Восстанавливаем. Нет, пятьдесят я не дам. Максимум сорок. Вот тридцать... Тридцать шесть, тридцать пять я дам. Нет. Пятьдесят не дам. Потому что я покупаю про аккаунт за денежки. Чтобы играть на хорошем латенсии. На хорошей задержке. Ясно. То есть я покупаю про акк за бабки. Чтобы играть с латом пятьдесят. Да? Годолеп. Душит. Попал. Хорошо. Это мой клиент. Да что ж вы так стилите? Все забирают, стараются тоже. Но не стараются, не скажу, что прям стараются забирать, но... Такие дефолтные фраги отбирают. Типа, восьмой ассист пошел. Ну, ничего страшного на самом деле. Хрен с ним. Пофиг. Второй сэфу уже дадим. Пофиг. Пофиг. Оп, ошибочка и сэфюз. Ох, шатие сэфы. Отлично. Свинюку душат. Ну, свинюка там умер, потому что там еще и барочка бежит. Барочка. Барочка. Не успела на другую лизию перепрыгнуть. Хорош. Стой, отдай сало. Ну, дай сало. Три-четыреста есть, можно поесть. Так, дисперсия пошла у нас. Вкачиваем. Пока пофармим. Братишка, ты там один. Держи в курсе. Ля, ты шо творишь? Задрот, что ли? Шо, задроты? Да! Забрал. Молодец. Сакрыт. Берем. Ребят, если хорошо идет с такими айтемами, фармим смело Сакрыт. Если хорошо идет, то сразу берем Сакрыт, и у нас все становится хорошо. Отлично. Можно сказать, это такая разогревочная первая катка на спектре, потому что вполне возможно Next будет, ну, посерьезнее. Ост, ост. 9-1-9. Почти 9-1-1. Так. Лего Армлетт. Пока в дофармливаем. Ребят, есть одна урна, можно в лесочке немного дофармить, и вообще на топ надо стягиваться ближе, потому что кто-то по-любому захочет забрать мой фарм. Ну, то есть, смотрите, примерно как мы стоим, играем, типа в доте есть такие понятия, первая, вторая, третья, четвертая, пятая позиция. Я отношусь сейчас конкретно к первой позиции, а именно, это Керри роль. Соответственно, я должен фармить. Как правило, Керри идет на нижнюю линию, то есть, соответственно, это легкая линия, но тут мы немного поменялись местами, это вполне, так сказать, ну, нормальная практика, когда Керри меняется линией с хард линией, то есть, единица меняется с троечкой, и, соответственно, происходит такой геймплей. На топе, несмотря на то, что был вроде, ну, тяжелый лайн, но, и тем не менее, это очень хорошо сыграло. Очень хорошо, потому что расстановка решила. Так, ребята, там фидят, да? Не попал дайгером. Боже, я криворукий. Стой, Тинни. Биротан, дай кнопки. Хорош. Отлично. Ребята, вот тут деревца рубим, и спокойно проходим. Это фишка вам на 8-5 карте. Если что. Так, ну что ж, по айтемам у нас все хорошо. Радиенс на 16-й минуте, дефолтный радиенс, это 17-я минута. Это очень легкий, так сказать, тайминг, очень легкий тайминг. Блин, я не хочу так, не хочу продавать топорик, ребят, просто по понятной причине, потому что топорик очень много помогает делать. Но и тем не менее, тпшкой пренебрегать нельзя. Берем рубим тут, и пошло. Наш лес, лес сентов, очень удобен тем, что можно сразу три кемпа вот эти брать. Что вы далее, скажете, собирать? Тут вариативность такая, что можно собираться через... Через что вам сказать? Через мант. У манты очень сильный предмет для данного персонажа будет, потому что у манты второй работает. Также у ультимейта работает, это понятно. И, соответственно, это будет очень много дэмэджа. И можно делать там тараски и все остальное. Чем больше хп у нашего персонажа, тем, соответственно, данный персонаж опаснее. Тем наш персонаж опаснее, потому что дисперсия, это вам не шутки. Так, ну что? Ну что? БМ есть, да? Ботблэйдмейл бы мне тут собрать, на самом деле бы еще. Да, куча. Что ж, ребят, все равно в любом случае топорик надо продавать, нельзя пренебрегать тпшкой. Все же тпшка может повлиять на исход драки. 18 секунд до того, как я резность. И будет интересно. Конечно, ультовать будем. Будет у нас работать радиенс ультимативный, соответственно, будет интересно. Так, ну пока 20-ая минута не стукнула, можно тут бегать. Желательно бы, блин, нам еще сделать плейдмейл, ребят. Без плейдмейла, конечно. Прескорбно будет. Что там, начинается файт? Как файт начнется, так начнем. Да я ударю. Хорошо, холи щит. Отлично. Радиенс есть, можно поесть. Можно еще выходить, знаете, во что? Сразу в скаде. Допустим, скаде это, это классно. Скаде это классно. Так, залагал у нас. Чел 1-11. Боже, как же, как же выигрываем. Как спектру на фидели. Спектру на фидели. Но если он вылетает, это плохо, это уже будет неинтересно. Будет уже неинтересно. Дефолтная игра, так сказать. Но что поделать? Что поделать? Ассисты на спектре не проблема. Нажимаешь ультимативную и все. Рядом с каждым челом появляется у нас, соответственно, ультимейт и изи-прадиенсом запиливаешь. По кайфу. Так, ну, вылетает чел. Наверное, надоело. Будем заканчивать эту игру по фасту и погнали next. Погнали next, ребят, на спектре. Очень интересный герой со своими плюшками. И, соответственно, нужно, нужно, нужно душить. Можно душить. Можно сделать манту, можно сделать БМ. Обычно, если такая катка, если вас не цепляют, можно, в принципе, БМ особо, ну, уже и не тарить. БМ обычно делается, если игра овер тяжелая, чтобы кампактнуть за счет того, что у вас грызаются, так сказать, и вам это очень сильно поможет. Поверьте мне. Реально, это очень многое решит. Так, у меня уже 3К есть. Смотрите, в принципе, это уже топор за 3К. Это уже полтораски. Полтораски, это уже ГГ, ФФ. Можно будет смело просто бежать на пятерых, под дисперсией, разваливать. Уже кайфы просто. Ни хрена не делаешь, ходишь. Фармишь просто и ГГ. Очень плотный персонаж, реально. Спектрой кайфы. Вот ты взял радик и ходишь, пылесосишь немного. Опа. БМ тоже есть. БМ заюзал. Сбил мне хилку. Жалко. В меня все кастовать начали. Хорошо, что урны есть. Урны есть, это хорошо. Это хорошо. Скайди классный артефакт. Баш, Абиссал тоже очень классный артефакт на данного персонажа. Ты просто прыгаешь с ультимативной, в кого ты вгрызаешь, сразу Абиссал, манты создаешь и ГГ. ГГ шансов ни у кого нет. Го, манту, наверное, сделаем, ребят, чисто для уплотнения, так сказать, кольца. Уплотнение кольца. Так, фитконтора пошла у нас у наших союзных оппонентов. Как чем я как-то написал? Абонент. Союзный абонент говорит, ребят, абонент и оппонент. Абонент и оппонент. Это две разные вещи. Держите в курсе. А что, айтем мы не взяли, да? Печалька. Две разные вещи. Абонент это, так сказать, человек, персона, которая пользуется услугами связи. А оппонент это, типа, ну вот, лицо, которое, допустим, в игре, там, оппонент. Союзный оппонент. То есть, это вот, союзный оппонент. То есть, это вот как-то так, друзья. манта, 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 ребят. Манта. В магазик отправляем и ждем манту. Хорошо. Жаль, не добил. Так, со мной выехали, да? Я на тревеле, если что. На ульте мотивы. Я на ульте, если что, ребят. Так, так, так. Дайте мне мою манту. Хорошо. Манта есть, можно поесть. Так сказать, будем быстрее бегать, быстрее прыгать. Хорошо, манта есть. Ага. Вот вам ваша манта, говорит. Спектра. Отлично. Такого 18 левел. Неприятный герой от Спектра, на самом деле. Вот сейчас я очень сильный. Посмотрите, 22-ая минута, какие у меня айтемы. Отлично. Гоу. Я на ульте, а там парнишка уже подгорает, что, почему мы не идем. Сфейди рож. Ага, выехали засвинивать. Что, будем ультовать? Гоу. хорошо. Боже, это жестко. Как же разносить Спектра. Решить линк. Молодец, Бэйн. Красавчик. Отлично делается. Так, ну, после первого. Все, хилимся. После первого. После первого. Надо отходить, ребят, иначе минус стрик. Как бы, хп есть, но их как бы нет. Кидает, смотрите, извращенец. Это репорт. На теника можно смело репорт написать за такую фигню. GG. Все, фастфиниш, ребят. Сдавайтесь. Боже, какой же я жирный. А этот пацан уже не простит. Этот пацан уже не простит. На GG, просто изичайшая катка, на самом деле, ребят, тут просто писать им левайте, 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 go, go next. Потому что тут просто снайпер уже вышел, тут смысла, я не вижу, сейчас это растягивает. Левайте, go next, go next. Изи, изи, изи. Томом, томом. Изи, изи, томом, томом. Есть баш. Хорошо. SF кастует ультимативно, убьет у нас лего. Койл, ага, с брейнсапом укусил. SF заряженный, прям кусается. Мастер 3 axis. Нифига, нормальный пацан, да, пацаны? Ставьте луицки, если вам нравится такой SF. Мощный, дерзкий, аппетитный. А какой у меня левел? У меня 19. Неплохо. Все равно неплохо. Так, ну что? Ну что? Go, FF, please. Go, топчик. Go, сломаем. Они запарят. Запарят. Будут втроем, что ли, вы из пятерых нас играть? Ну, это смешно, реально. То есть, это не то, что нужно видеть на гайде. На гайде нужно видеть пот какой-то прям овер-жесткие катки. Но, опять-таки, не каждая же игра может быть такая. Я реально хз. Круглый угол. Изи катка просто. как же жестко тисморалит атропа своего. В тебе дело, ливни, выкинься с окна. Не понимаю таких ребят. Go. Все, мне еще сейчас и дадут оегу. Это вообще страшно вырубать. Теперь на как же он падает. Просто дизелэйтом удалблю его. Go. Боже. Дизелэйтом просто задраконил их. Пацанов. Просто дизелэйтом задраконил. Тык, 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 и нет хп. Вот так вот. Pure damage это вам не шутки. Хорошо. Доносим. Скучновато становится, ребят. Ну, сорянчик. Сорянчик. Ребят, что такая катка? Надеюсь, следующая катка будет поинтереснее. Потому что это такое. Можно еще к этому этом билду добавить. Типа, ну, изи этот диффуз. Типа, изи диффуз зайдет еще. Go. Плеер ксенхаз бы мутит BNSK. Так я же ничего не сказал, брак. Че ж ты меня мутишь? А, вот все, теперь попал. Хорош. Go, продадим. Хорошо. Закидывает просто тени, так вы знаете, руинерский пас. Go, 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 go. Даггер кинул, побежали. Это мир. Тамир. Залейт, это во мне шутки. Сперсия тоже во мне шутки. Go, go, go. Короче. Не знаю, не хотят пацаны сдаваться, чисто бычат до конца. Зачем? Я не понимаю. Ладно, с ультимативной буду врываться. Есть много всяких наркоманских страт, на самом деле, на этом герой. Типа, блин, ну я не знаю. Тамир. Тамир, а где урна? Почему урна не далась? Дай урн. Тамир. Урну не дают, Тамир. Человек. Коза, кончи, боже. Вышел, наркоман. Урну не дают еще. Убился. Тамиры. О, урна далась, кстати. Держи в курсе. Синка Баут. Держи в курсе. Держим позиционку. Закидываем даггерок. Борочка наш. Пищит, как свинья. Вот он. Визолейта немного, не желайте. Боже, какой крип. Ребята, надеюсь, next катка будет немного повеселее, но думаю, суть на данном персонаже вы уловили. Go next катку. Ну, реально, это чисто обоссывание какая-то, я не знаю, по-другому это не назвать. Что же, ребят, поехал. Next катка. Сейчас попробуем задушить нормально. 4.28 мое время загрузки. Хорошо. Так, скажи. Опять-таки, спектрулечка. Ребята, не забываем. Не забываем про спектру. Таким же затаром пойдем. Я не знаю, я всегда беру 8 тангусов, и это реально круто. Реально, это реально круто. Два тангуса. Хилочка. Возможно, щиток нужно на линии, ребят. Смотрите сами по ситуации. Если вас очень сильно тычкует, возможно, нужно будет купить щиток. По скилам пока ничего не качаем. Вторая катка, ребят, напоминаю. Так, переставляем. В стик будем выходить или нет? Сейчас посмотрим по пику, что пикнут, пацаны. Минуточку. 40 секунд ждем еще. Пока можем понаслаждаться просто видом спектры. Это спектра отдельный вид искусства. Ребят, посмотрите на нее. Какая она красивая. Посмотрите на эту пару огненную. Что они делают. Прикольно. Кстати, в гайдах такого не было, да, никогда? Забавно. Лина у нас тут бомбит просто. Так, Омника берут. Это значит диффуз. Диффуз, скорее всего, будет фирст айтемом. Сайленсер, это тоже очень неприятный персонаж. Стик нужен будет в любом случае. И гоу, гоу, таким айтемом. Пойдем, докупим топорик и погнали. Ребят, здесь Ассасин. Блэйд Мэйл. Ассасин это Блэйд Мэйл. О, Слизерин Гуард, это Манта. Ой, это ужас. И Пробхет. Ну, Пробхет это топорик просто. Ребят, ну, очень дерзкий пик, очень дерзкий. Слардара очень сильно боюсь, потому что Слардар под амплификацией разносит просто спектр. Спектра вообще такая ватная будет. Ребят, тут стопроцентно будет Блэйд Мэйл. Стопроцентно. Бар. Ты куда пойдешь? Он хочет его затушить. Что ж, ребят, давайте пробовать. Мы сможем. Главное не забывать, какие нам нужны айтемы основные, для того, чтобы душить на данном героя. Это, тут нужно будет Диффуз. Возможно, это будет Фирстайтем Диффуз. Так, гоу немного, вот так подровняем. Во, во, отлично. Фирстайтем, возможно, будет Диффуз. И БМ нужно. Ну, скорее всего, БМ надо будет сначала сделать, а потом уже делать Диффуз. Но хочется урну. Урну. Но тут у нас Бара будет с урной. Бара можно. Я урну. Моя, 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 моя. Спасибо. Ой, не, 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 дисперсию включаем и убегаем. Хорошо. Тяжелый лайн, походу, на топе будет. Ты, ты шо? Три секунды, две секунды, одна секунда. Ля, ля, шо делать? Задрот на Фурионе. Че, много тангусов, ничего страшного. Вообще, изи как. СФ? Что, простите? Лол, СФ, ты что? А я где, где фарм буду? Смотрите, СФ ко мне пришел на линию, но это классная катка будет, видимо. Топорик я взял. Топорик я взял, главное. И щиток тут надо будет брать, потому что Фурион очень сильно наваливает. Ой, печалька, ребят. СФ, в СФ семье это, это горе. СФ семье это горе. СФ семье это горе. Хорошо, тангусы мне тут нужны, сразу, срочно нужен щиток. Срочно щиток нужен. Хорошо, есть щиток. Отлично. Фурион залагал, видно. Стоит ласхитит под крипами. Надеюсь не вылетел. Фига там Бара загангал. А, ТП сделал, все, понял, это хорошо. Оп, оп, не добил. Так, ну есть у нас топорик, щиток, потому что там Фуриончик очень сильно огнетает, и Фурион забирает тем временем. На бот он делает ТП СФ, оставляет мне соло-линию. Это будет тяжелая соло-линия, но я тут выстаю. Мне главное экспириенс и урну сделать. Я камбэкну. Оп, тычечка. Пацанчик. Смотри, что пишет. Забавный Фурион, я люблю таких. Когда парни, ну, вроде, вроде, он пишет, он пишет на серьезе вроде. Типа, но это забавно выглядит. Так, пришел Фура. Разминать мне попку. Моя жопа самая такая сладенькая, размятая. Ну, бояться они спектру будут, ребят. Я вам обещаю, что спектру они бояться будут в этой игре. Тут сапожок купить. Коуда купим. Ц, Ц. И еще танго. Пришлем курьером. Стик нужен будет в любом случае. Ребят, забыл, очень важный предмет тоже на данном персонаже может быть Орбу Феном. К тем айтемам, которые мы будем собирать, еще добавить Орбу Феном. То есть, это будет бомба. Вы посмотрите на действие, это все как, как, как собирать данного персонажа на топ ТБ. Мы тут, к сожалению, не сможем так собрать, из-за того, что Маддес, к сожалению, не профитный артефакт. Так, ну, не душите, типа, я ХЗ. Зачем так душите? Хочу крипа добить вот этого. Отлично, добиваю. Добиваю. Рики тоже тут подфармливают, но Рики будет, так сказать, бояться меня в любом случае, потому что БМ тут будет. Надеюсь, меня тут сильно гангать не будут, на самом деле. Так, терпимо стоять, в принципе, Фурион, тангусы спасают от Фурионов. Главное, хорошо ластхитить, а хороший ластхит у нас получается. Боже, это так нелепо сейчас выглядит, главное, хорошо ластхитить, говорю, и, короче, и тут же крипа прогуливаю. Хороший ластхит на данном персонаже будет только в том случае, если вы возьмете топорик. У этого персонажа очень мало дэмэджа, поэтому, конечно, топорик ему в приоритете. Боже, меня крипы душат. Рики, Рики, не души, ты тоже тут. Крипа очень сильно задушили на пол хп. Хорошо, добью. Рики тут себя хорошо чувствует, потому что у него что там, у него апурманс, апурманс очень сильно блочит тычки. Очень сильно. Еще от него крипы, блин, хрен отагрятся. Опа, дисперсии добил, это отлично. Больно, больно, больно пилит. Даже можно иногда, если очень хардовая игра, можно сделать даже в ЭГ, так сказать, старый билд пойти. Ой, Лина там обоссывает с дабл дэмэджем. Вы посмотрите, просто задрот какой-то. Молодец. Нанизу Омник с Лордар, это очень неприятно. Хорошо. Да не души ты так. Боже, как больно. Больно режет, ребята, очень сильно. Очень больно режет. Так, 800 золотишко есть. Тут и хватит добивать. Я ему тут очень тяжело, но я ему конкуренцию никак не могу сейчас составить по лосхиду, потому же Рики как-никак есть Рики. Бара пришел. Братишка, у меня вроде тут все хорошо. Фармить я могу и без твоей помощи тут. По крипстату 27 крипов, в принципе, в 50 крипов укладываемся, можно сказать. Главное, чтобы Бара тут не сильно забирал у меня. Ну, как вот это больно, ребята, это больно видеть, когда Бара приходит и руинит крипов по ним, реально. Ужас. Ужас. Он мне заруинил Кату. Он мне сейчас линию запушит. Да что ты делаешь, извращуга? Возьми лучше сентри и Гоева убивать. На Баре извращение с редкостным. Ребят, урну можно сделать. Бара не делает. А, он тоже сделал. Рецепи, рецепи купил. Но, я типа, блин, я хз. Я уже купил. Без урны не вижу этого героя вообще, потому что вариативность камбэков очень высока с урны. Так сказать, мусорку сделал и всех энерми в мусорку. Душить не надо. Как хорошо, Слордар подошел, можно крипов переагривать. Смело. Пятый левел. Что ты хочешь? Хочешь дизелайтом по лицу? У Линии отправим, потому что Лина как-никак мидер, а я, как так сказать, несмотря на то, что я керри, но тем не менее ему карьер в любом случае нужнее. Я все равно стою тут, мне эта урна как бы сейчас ничем особо не поможет. Гоу, все, юзаем себе. Хорошо, добили. Хорошо, дизелайтом прилетело. Отлично. Отличненько. Так, можно переагриться? Не хотят переагриться, дам тычку, но тут можно получить стан и очень много хп потерять. Тут еще и реки шестого левела. Так, есть у меня урна 900 хп. Это очень хорошо. Оп. Оп. Блин, а Т2 там ушла что ли уже? И еще у нас косарик сверху. Это очень хорошо, потому что прикупим мы себе скоро сапожок. Отличненький. Хотя бы. Нанизу много героев. Хорошо. Сразу, сразу атаку на всех. жаль, сапога нету. Будет закрывать, будем проходить. Отлично. Вот так вот. Вот так вот, ребят. Вот так вот прилетели вовремя в драку. Забрали крипочков. Забрали энеми оппонентов. И берем себе фазы. хорошо. Хорошо. Ну, тут походу опять что ли обоссывальня, ребят. Это плохо. Плохо, ребят. Что тут опять походу обоссывали. Хилку уязаем. идут. Ребят, очень плохо с монопулом, как видите. Поэтому, конечно же, аквилу в кайф делать. Нету, у меня тпшки, бро. А топ. Лина там. Лина там пошла душить. убивает. Убивает. ну и остается живой фурион. Рики бьет Лину. Но, Рики разберут, они толпой. Еще и там бар оттолпу немножко. И бару добивает. Бару у нас фуриона. Мы спокойно фармим в это время. Блин, ну если эта игра будет, ну, такая не очень интересная, ребята, она походу будет не очень интересная, потому что что-то я тут не вижу камебуцков каких-то. Камебуцки. И, наверное, будет третья игра на спектре. Надеюсь, вам понравится. Тоже будем душить, 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 пока не получится красивой, качественной игры, потому что, ну, типа, блин, ну, серьезно. Гоу посерьезнее немножко. Тулина, вон, выигрывает катку. А нам надо такую потную, чтобы аж жопа горела, да? И выиграть в конце еще. А то Слордары вот эти, которые АФК ходят, что-то не очень иллюзии. Это хорошо. Это очень хорошая руна для нас. Под Дизолай там очень жестко раздавать. Так сказаться. Гоу, гоу, гоу. Душить, так сказать. Пуш идет помогать фармить. Спасибо, Пуш, я бы не справился с этим крипом. Боже, а можешь хукануть его? А, уже не можешь. Все, базару ноль. Базару джок. Йок, йок базару. Хватит крипов хилить, наркомашка. Жалко, но топ не ушел ли. Все, я не уверен, что Рики потянул, но можно будет сейчас подраться, хп подхилить немного и подеремся. Все, отходим. Не будет драться. Но на Ашку опять-таки отходим. Все, он пошел фармить дальше, да? Надо было раньше туда ТП сделать, но не следило за картой, следило за фарм ситуацией. Пусть Рики линию подпушит сейчас и выйдем фармить. 1600 есть. Если дают сакрит, фармите, ребят, фармите сакрит. Если дают. Если не дают, не фармите. Покупайте блэдмейл и деретесь. Но если тут сакрит сейчас дадут, я буду в сакрит выходить. Реально. Грех в сакрит не выйти. Сакрит это вещь. Сакрит это вещь. Потом Радиенс и ГГВП. Радиенс это вещь. Не люблю вот этот момент, когда ты ластхитишь типа и герой заканчивает файзы и отключается и типа у тебя герой начинает застревать. Это страшно. Хорошо. Подфармили. Что там на низу файты, да? Очень жесткие файты по КД. Овник там захилил у нас. Ах, страшно. Но я бегу. Так, руны нету. А кто-то, значит, забрал. Я пока туда не иду. Иду на мидлайн дальше. А, он забрал. Вон, вижу. Хейст. По раскачке, ребят, тут так как изи в принципе изи линии я дизолейт беру. В принципе, уже дизолейт, по-моему, в тройку. Сейчас четвертый уже будет. И аккуратненько схитчиваем. Почуть 2к есть, можно поесть. Можно сделать БМ. В принципе. Можно сделать, попробовать сакрыт выйти. Сейчас посмотрим просто если... Я вот тут очень сильно опасно сейчас стою, ребят. Вот этот крип и уходим. Все, побежали. Очень опасно тут стою, реально. Ребят, нельзя так стоять. Никогда вот так не стойте, а потом удивляйтесь. Ой, да почему это меня загангали? Вот вы меня хейтите. Типа нет, ребят. Просто вы стоите в очень опасной зоне. На самом деле. Очень опасная зона. Вон, смотрите, вышли только что два чела. Не знаю, тратить на него ульт не очень хочется. Они его там и сами заберут. По идее. Шхуканет. Там она есть. Пусть сами забирают. Не, типа, от этого фрага. Он хук-хук попадет там в репел. там в гг даже все равно. Очень долго убивают. Очень долго. Растягиваются файты. Файтерствит даже не убили. Серьезно. Ну, минус глобалка. Это хорошо. И это хорошо. Тибери-тибери-тии-и-и-и-и. Врион, надеюсь, не настолько суицидальник. Оп. Подошли, даже не ударили. Хоп. Хейла-ла-ла-лей. Да. Фармим дальше лесочки. Ну, Лина. Лина толкает очень сильно линию. Мне тут только леса остаются фармить. Опять-таки, урна есть, чтобы леса фармить. Мана есть, чтобы все фармить. Можно сюда догерок вот так вот кинуть, чтобы продамажить этих крипов и тех. Вот этих забрать, чтобы лишить дэмэджа сразу. Так сказать. Энами оппонента. Хорошо. Быстренько запилили. Омника. Омнит. Если даст и улт, и потом смерть. Хорошо. Молодчина. Лина хорошо тайминги знает. Молодец. После иула стана попадает. Это радует. Молодчина, Лина. Опа. Фульшки наши. Хорошо. Ласхитим тавер. 3 500 на кармане. Неужели опять в саккред выйду, но без аквила, да? Потому что тут не такая динамическая игра, что динамика не такая быстрая по фарму. В прошлых прошлой игре прям очень быстро все умирали. Там были бесконечные файты. Надо вот этих крипов надо добить, попытаться быстренько уйти отсюда, ребят. За саккредом. Хорошо. Этого хватит. Немного подождем. А, если вот есть вот такая вариативность, ребят, саккред приобрести на 15-й минуте, то почему бы и нет? Берите смело и играйте, у вас все получится. Но только единственное, тут есть такая ошибка, что если вы понимаете, что без саккреда у вас, то есть, ну, без блейдмейла у вас тут ничего не получится, то не берите, не берите, не пытайтесь нафармить этот саккред, потому что это будет чревато. Ребят, это будет чревато для вас. То есть, вы сначала таки берете, берете, там фармите долго, миллион лет, фармите, 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 у вас убивают, вы опять фармите, вы опять убивают, вы фармите. это будет неправильно это будет неправильно вам нужно найти некий некоторый баланс который вам позволит что пойдем на низ с ультимейта а там армалет понял армалет а тут даже 6 не надо будет из-за твой так называемый 6 так твой называемый не надо будет юзать лина знает что делать с такими пациентами сразу просто бах сбрила две урны в бары есть так что иди в попку 306 до идем пока ровно ли на овнет конечно по страшному молодец мне бы тут досок орда чуть-чуть ой досок до рейдинс рейсики но он понимает видео среди не стилит крипов молодец ходу понимает парень что мне необходимо вот это правильные игры от так сказать двоечки реально правильные игры что он вроде он мидер но в приоритете как бы все равно оставляет керри чтобы керри поднялся и это круто второй товар это тоже очень круто ребят можно продать топорик уйти на топ и там дофармить рейдинс так сказать будет это круто это будет круто а можно продать было щиток щиток нам не нужен на два щиток продавать ребят не то продал так сказать сильно меня не кусайте потом можно сказать это был мисклик отлично есть рейдинс ребят в принципе то как этот тайминг но только видите тут без аквилы как этот тайминг только без аквилы что же интересно будет ли тут какой-нибудь камбэк от них стороны от их стороны типа обычно когда на спектре вот так вот ну появляется радик это уже очень страшно друзья шансов нет тут условно урна плюс 2 плюс дисперсия переключить там почти невозможно блинер еще и реке хорошо отлично так кидаем манку чё у нас получается вроде в одни ворота игра 12-2 отыгрывает у нас ли на 9 на 23 плюс лейт гейминг за нами то я считаю что тут принципе даже и тянуть не надо написать фаст финиш просто и все потому что ну реально тут шансов нет шансов нет тамир тамир славдарис ультимативно опах а я все такой же агрессивный но типа тут такое я тут умираю тут по его конечно не хватает строго надо бежать нет он все же печалька печалька но так сказать плохо вот вам опять-таки накинули на меня амплификации все реки вгрызается гг из катка что делаем блайдмейл ребят я думаю все же нужно сделать б давайте сделаем таким все равно в таких ситуациях мы так сказать сможем от себя от зонить и нами оппонентов соответственно просто все получится давайте сделаем б так сказать друзья бм в студию давайте сделаем реле жалко тут крипчиков много на низу сейчас возьмем все что нам нужно и погнали и погнали жал 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 жаль-ка что жалко что аквилки нет аквилка это 1300 это было бы так сказать побольше чуть-чуть но побольше у нас по дисперсии теперь сейчас уже будет в троечку да хорошо бм надо ребят без бм а мы конечно кусочек лакомы с такими айтемами очень ватные и лакомые кусочки мы просто вискос на из будж и удержался таки забрать захотел вот этих люблю тип очкам когда создает пел химик кайф вообще вот отлично длина прыгает на сало сало успеваешь что-то нажать нет походу успевает мне пол лица продамажен будет там полноценный файт есть дасты реки ушел у меня фул слоты для просветов тамир я добиваю и на меня такой байт сразу пошел не ня 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 вот так сделаем нифига там армлет генгер это мой клиент это мой клиент св танк пойдет что бм гоу блин не хочу бм собирать джазь как не хочу диффуз диффуз типа манту сожгли хп ему эх не хватает немного диффуза диффуза сейчас делаем для омника диффуза сделаем ребят все же first item необходимый есть возможность сейчас за диффуз почему бы и нет просто изи омник будет омник не любит диффуза и как раз 16 прав чтобы иллюзии дольше жили они незначительные там конечно время но все равно значительно но все равно что-то да приятненькое отлично тамир тамир пацаны тамир но вот тут криточка заберем и уходим на базу делаем вот так вот пашку на базу успеваю пирота давай не без суть но так надо было пашка и все отлично хорошие айтемы для того чтобы душить ребят у реки мару сия не страшно в принципе лоба не я ребят не забывайте ставить лайк если вам нравятся гайды и ждете какой-то особенный гайд обязательно пишите это в комментариях я обычно смотрю примерно чё какой с гайд спамят и делаю вот спектра гайд просили гайд спектры давно давно просили я решил так и сделать еще много гайда впереди так что ребят не стесняйтесь пишите но не спамить если будете спамить очень много типа знаете когда один человек много раз пишет одно и то же типа это не очень увидит так зайца глобалка не буду юзать дефуз чтобы скинуть себя так сказать ребята я тут чё в очке в самом да успеваю убежать убежал еще раз дефуз наизовывал себя окей не подходим хорошо низаем даггерок отличненько это наш пациент это наш пациент ооо урночку ему можем смело подниматься на хг виротан да нет не стиль это ж мой фраг братишка смело мой фраг хорошо отлично и заходим на хг и вязать себе урночку отличная карточка сейчас пришлось диффуза правда на себя повсаживать но оно того стоило в любом случае так есть но сейчас не буду всаживать нет смысла тогда в файте да с себя снимать амплификацию необходимо просто по таймингу попадешь хорош отлично ой меня душит смотрите будет реки прыгать придется амплификацию на себя юзать че она зависла смотрите стоит просто эхе че с тобой братан ты приболел он байтит походу да снимаю с него с него снял хорошо пилим здесь уах хорошо хорошо снял вовремя диффузой с него репел найс очень много дема же нанеслось все ребят уходим если ребят уходит мы тоже отойдем здесь вон крипчики идут отлично неплохо я бы сказал даже ну в скайде сразу то да жирочек так сказать очень хороший там диффуз не пожалел что конечно собрал сейчас потому что омника очень сильно перекрывает просто берешь и омнику очень плохо напомнить пожалуйста сколько стоит у нас скади вообще дорогой артефакт 5600 да и получается нам еще пять надо к не знаю не буду ультовать под уснул я немножко но если что я там скорее всего вряд ли уйду если я ультану да не буду делать тп лучше дофармлю дофармлю свои айтемы чуть осталось тамир тамир хорошо 4200 есть можно поесть ребят если есть 4200 можно поесть это у нас один только ингр так сказать два ингра вернее на на скаде остается еще один недорогой но тоже тем не менее ребят есть наркоманские страты я помню на топ тб прикалывались покупали рефреш просто рефреш с такими айтемами два раза ульты делали саппорты отлетали просто г г го ультаню ультаню ну зря я думал там линии помочь я специально дифус на себя кинул там слишком жестко был бы скади я бы прыгнул но без скади нет ребят там в пятером все пацаны затушились ns nice try да или ты он хочет написать ты ты чё бык а вот ты или ns nice try nt вообще nt nice try ns почему я так тупанул ребят ну я тут в лесу засел просто подфармливаю сейчас тут копейки остаются вообще реально уф 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 мага я по салону летаю мага бык даже в афигах но там было другое слово но кто поймет тот поймет так что есть скади берем скади и у нас два с половиной тысячи хитпоинта побежали отсюда отлично бик тоже в афигах мага мага тормози эээ мага лев мага ты лев говорит он ты что за лев мага уже shenice ребят всегда когда гайды пишу всегда несу какой они конечно не обращать внимание всем хорошее настроение ребят я всегда за позитив обязательно если вам нравится контент такого плана обязательно ставьте лайк подписывайтесь на канал если вам нравится опять таки я говорю я отставлю пометочку если вам нравится ребят если вам не нравится то я не могу заставить вас подписаться вы сами как бы это делаете вы своей подпиской вы помогаете мне немного продвинуться вперед вот и все Так что, друзья Вот так вот Продолжаем гайд на спектру Что у нас? У нас есть диффуза Диффуза можно еще один раз будет апнуть И все, к сожалению, больше нельзя будет Я вот сейчас думаю, манта Нам тут обязательно атрибут, на самом деле Чтобы снимать амплификацию Поэтому фармим дальше Будет у нас скоро ультимативная Ультимативная у нас уже есть Соответственно Оп, вот так вот делаем, подобиваем Что, будем мультовать? Гоу Диффуз на себя прыгаем Хорошо, снимаем Так, ребят, нужна хелпа Нужна хелпа Этого запилили Этого запилили Хелпа Ой, хороший стан Отлично Отлично Молодцы, ребята Хорошо Отлично Просто вы посмотрите, как команда сыграла Как команда сыграла Просто умнички мои Мне приходится Диффуза юзать Для того, чтобы прыгать Туда В драку Приходится диффуз юзать Пришлось сейчас диффуз просадить Прыгнуть Снять С Сайленсера Все Не душить Хорошо Манта почти есть Копейки остаются Тамир 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 Дай тавар добить Диффуз апаешь Сразу такое Так спит Появляется Хороший Так, ну что 10 минут копил души Жиза, ребят Жиза, знаете Когда SF копит души 10 минут И тут его убивает Он такой Опять копить душ Хорошо А мы душим Вот кого, грибчиков Отлично Сало улетал Сало, да, часто ульты хорошо дает он Кстати, он неплохо дает ультимативно Прямо начинается файт, я нажимаю ультимативно И мне для того, чтобы прыгнуть в файт Мне приходится наюзать К сожалению Кнопку свою Вот эту Сейчас придется, скорее всего, манту юзать Тут же опасно Че у пуджа там, кстати? Опасный Дайгер там, огонь просто Айс, опасный Че по левелам? 20 левел, я вышел вперед немножко, это хорошо 21 даже, я бы сказал Правильно, стакаю Я вот тут военными в лесу всегда сижу Типа мне тут комфортно стоять, три спауна сразу Слушайте, это опасно Хекс Опа, опа, опа Тамир И уходим сюда Как вам такое, Илон Маск? Так сказать, ганг превратился в ганг Как вам сказать такое, ребят? Ганг превратился в ганг Ганг превратился в Этак Ганг Как вам такое, ребятки? Как вам Илон Маск такое? Я думаю, ребята были в восторге от этого Главное, вовремя ульту нажал Иначе там бы потом не дали ульту нажать Вот что такое спектра, ребят Когда рядом никого нету Дезолейт, мама, не горюй, дамажит Есть манта На манту ребята подфидели В принципе, игра на спектре вот так и происходит Ты фармишь какой-то кэп, начинается драка, ты прилетаешь Ты фармишь опять какой-то кэп, драка начинается, ты прилетаешь Все очень просто на данных героях Механика данного персонажа очень просто Так сказать Но не нужно забываться в фарминге То есть, соответственно, не нужно там овер 90 минут стоять фармить Типа, ну, это неправильно Так же ж Так, ребята, не дают там Стопроцентно крипов не дают Надо тут чуть-чуть осталось Адаманты сколько? 800 копеечек 30 копеек один Один крип, please Ровно одного дали Лол Можно даже с нашими тиммейтами не идти Когда у нас будет ульт, мы все равно туда придем То есть, мы не теряем время Мы просто тупо фармим и деремся Фармим, деремся То есть, это мета Мета-карты Пуш все мне помогает фармить Не знаю, зачем Наркоман Пуджанчик Мне нравится, что тут дезалейт на крипов на лесных работах Это классно Это ап Ап 85-й карты Все, отлично Манты на пятерочку И поехали Что, ребят, готовы? Готовы? На самом деле Тут хекс на фуре Это не страшно вообще Базируемся на топ Погнали Не боюсь ничего Но сейчас вот этот файт И они GGFF напишут Очень даже примитивно Изи-каточна На самом деле Изи-катка Очень изи-катка На самом деле Саллотар Ну там ребята будут файтиться Я типа прилечу Они вообще без вопроса Ага, вот тут War State War State Даже Омника не могут выиграть Спектра очень сильный игрок Так, ну что? Извязывается глобалка После глобалки залечу Не хочу дефус тратить Ага После глобалки залечу Баратрумз у нас Да Плохо Ну, пофиг Ребят Тем временем Пока у нас Так сказать Происходит внизу файта Мы тут стоим Чилим Можно нажать ультимативную Сделать тп Задушить И задушить Тамир Тамир, ты наверх побежал? Братка Эх ты Жук-паук Тамир на рекимару Тотальный Ох, что-то рекимару Ага, вон там В лесу кто-то Слордариус Побежали на Слордариус Вот так вот делаем Через шифток Зафармили Крипочка Большой Какой-то злой Да Рептилийный Крип какой-то Попался Ревивит Энэ Баубацк Ребята Это очень хорошо Потому что Сейчас вы посмотрите Что такое Опа Идут Идут Опасно Опасно Даю Опа Амплификацию Нужно будет сейчас снимать Одну иллюзию Боже С башей не выпускает Опа А мне тут ГГ Нифига Хорошо С баша Ааа Два баша Понял Два баша Вот оно что Очень много ХП по темплификации Сняли Видите как Очень жестко Расконтрили То есть я думал Типа ну Да он застанил Сейчас устану Выйду Просто манту Одну иллюзию Уводишь И все Изи А тут мне просто Больше половины ХП сняли Тупо С двух С двух башей Ну Как говорится Это Фейл фейлов Но все равно Все равно То есть я рассчитывал На то что Я тут больше жить буду Реально больше Потому что Блин ХЗ Типа она очень жирная Эта героинька Но проблема в том Что под амплификацией Вы видели сами Рики просто нарезал Так сказать Овощную ассорти Так что так ребят Слардар Делать хочет ПКБ Какой айтем будет Next Абиссал Абиссал будет Next айтем Ребят Чтобы я мог прыгнуть Забашить Создать иллюзию И Тык 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 Нарезать Все Так сказать Сделать овощную ассорти Так ну что Бара бежит на низ Озвучим Комментируем Бара Дабл дэмэдж Забегает На сансы Сансы успевает Навесить Ластворд Юзайца у нас хекс На бару Бара тем временем Нажал на эзерстрайк Но ничего Бара закрыт в корнях Будет ли что-то Происходить дальше Юзайца даст И Бара у нас Пытается жить Есть у нее Армлет Пытается армлетить Армлетят Но тут Пирификация Забирает Омника И все На этом Драка заканчивается Тем временем На миде Разнесли Слардара Путш Это был Путш Он уничтожил Слардар Это было Очень-очень Страшно И очень непонятно Пока Барец Барец Барецкий Так Ну что друзья 6 урн А 6 2 Вместо урны Абиссал Добрый вечер Кукарику И все Вот этот слот На 6 И Абиссал На центральном Все Это гг Лина хорошая Лина молодец Ребята Подпишитесь На канал Хеназес Прикольный Плашок На ютубе Тамир Ты где? Опять этот Тамир На рике Выжил Запарил Если попаду Даггером Просветится На Тамира Опять не попал Да что ж так Не попадая Блин По Тамиру Вроде так Блин ХП вылетает Там неплохо Здравенько Но Не хватает Ладно Фармин второй Сакрит Можно Тараску Сделать Разницы нету Можно Тамира Тамир Хорош В реки В реке Надо кидать Первый Тупо Целенаправленно Чтобы его Подсвечивала Будет Тогда Огонек Будет Вариативность С Рейдинг Запередил Манту Можно Извать На подфарм Ребят То есть Как бы Тупо Манту В лес И побежали По своим делам И все То есть Как бы Ну Тут Вариативности Как используют Данные персонажи Просто Миллион У нас Есть В принципе Так Любого персонажа Можно использовать Манту Мы оставляем Тут Иллюзии Так сказать Иллюзия Остается Мы сами Побежали И тут Смотрите Работает У нас С дизолейтом Все фишечки Отличненько Все Все прекрасненько Все прекрасненько Так и работает Так сказать Это ускоряет Фарм Да Но Как сказать По мане По мане Ну по мане 125 маны В принципе У нас Манореген Такой Ну достаточно Неплохой Да у нас В принципе 1800 маны Это очень много Единственное Минус Таком Скиллбилде То есть Соответственно У нас 65 инты То есть У нас Родной Инты Меньше Чем Клюсованный И Нарубян Ассасин Конечно Будет Очень много Сосать Сосать Ну Сосать Вы поняли Ребят Не сочтите За грубость Просто Очень много Будет Улетать Хитпоинтов Так Ну что 4700 Обисловку Студию Тут 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 Поняли Вспомнили Откуда Это В эфире Капитал Шоу Поле чудес От Первого Канала Первой Тройки Игроков Призы В студию Блин Что я Несу Я взрослый Человек Мне 25 Лет Я сижу Типа Несу Вот Это Как будто Бредят Ребят Кстати Можно И сатаник Еще Собрать В данном Персонаже Ничего Страшно Не будет Можно Потом Мистер Адьенс Так Сказать Задушить Если Будут Уже Совсем Душить Так Есть У нас Так Сказать Краниум Краниум Бажар Боже Такое Название Кто Его Придумал Кто Его Придумал Хорошо Нех Не попадает Стой Братан Ну Придется Диффуза Отдать Тут Придется Еще раз Диффуза Отдать Ах Сейчас Ты Сразу Не Ультанул Я Диффуза Просадил Из-за Тебя Ах Ты Там Ир С Лордар Там Страшно Заряженный Так Стоп Я На Ульте Если Что Все Что Хаунд Готов Хаунд Готов Стакаем Крипчиков Подфармливаем Вообще Этого Героя Блин Да тут Вариативности Чем Собирать Да Можно Вообще Фул ДД Уйти То есть Вообще Герой Уникален Просто Это Герой Уникален Ребят Запоминайте Это Уникальный Персонаж Который Позволяет Жестко Душить Можно Тараску Сделать Ребят Тут Просто Я тут Сделал Скайди Потому Что Ну Как бы Тараска Да Но Пока Что Нужды Я Не В Глобал Глобал Та Мирчик Апача Хорошо Сейчас Обисал Возьму И прыгну Эй Обманщик Спасибо Что Закрыл Тамир Ребят Хелпаните Плиз Так Сказать Тамир В действии Хорошо Я Отошел Вот Сейчас Батараска Пригодилась Найс Хорош Файт Хорош Файт Сейчас Батараска Пригодилась Это Уже Вместо Радиенса Опять Такие Радиенс Дает Нам Промах Не Стоит Забывать Что Радиенс На 85 Карте Дает Промах 17 Процентов Шанс Прикольно Это Реально Прикольно Тамир Тамир О Это Еще Прикольнее Я Люблю Такие Моменты О Да Это Просто Прекрасно Я Орел Главное От лесных Крипов Сейчас Не Сбить Серегу Как Обычно Бывает Хорошо Хорошо Вот так Делаем Бежим Хорошо Найс Фул ХП Это Хорошо Тамир Ост Говорит Не Ост Ни В коем Случа Хост Ост Ост У нас Только Фарм Братишка Ну Так Сказать Втб 24 Банк Онлайн Вот Туда Я Фармлю Так Ну Что Килл Любого Кнопочка Нажимается Килл Любого Представляется Ребят Мощность Спик 3 Вот Айтемы Это Очень Сильные Айтемы У меня Сейчас Собраны И В принципе Куда Еще Сильнее Можно Тараска Сделать Вместо Рейденс Тараска Это Очень Бомбезно Рикки Мару Побаиваюсь На самом деле Если Рики Перекрывает Это Ге Это Ге Норм 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 Лин Хорошо Поехали Так Ну Что Че Повардом 4 Варда В Паке Гем Нужен Да Ребят Гем Нужен Пуджу Вообще Можно Нажать Ультимативно И Типа Прыгнуть Любую Часть Карт И Сдушить Любого У У нас Здесь Манта Мы Просто За 4 Секунды Разнесем Любого Это Просто Кванге Не Ходи Она Подсказала Бы Секрет Ну Ждем Пока На Пуджа Сейчас Выйдут Пуджу Сейчас Лицо Ломай Будет Он Сейчас Будет Крипов Пол ХП У него Будет Сейчас Ссылка В Классике Жанра Ребят Смотрите Вот Как Обычно Опа Опа Под Сейв Братка Под Хорош Даже Обисал Не Везал Ванта Сейчас Откатится Можно Будет Ультануть Хорош Слардар Так Нагло Что-то Прыгнул Я Прям Думал Там Рики Рядом Прям Я Забоялся У меня Там Знаете Вот Так Сразу Произошло Это Страшно Когда Слардар Ооо Братишка Ты Гем Принес Братишка Я тебе Гем Принес Ну Что Я Готов Крипов Я Типа Прыгаю Нон Стоп Не Хватает Тараски Ребят Да Сф Армит Душ Свой Го Чек Хорош Швард Есть Так Ну Что Вижу Салу О Дай Салу Так Сказать Хук Хорош Хук Я Могу Прыгнуть Внаглую Что Я Могу Внаглую Го Готовы Сейчас Появится Сало Тушим Есть Есть Отлично Так Кто Байбэк Нажал Пожарите Брите Лох Прово Беседую Хорошо Пойдет Утракил Это Вам Не Шутки Детки А Можно Рэмпэйдж Нееет Дайте Рэмпэйдж Что Вы За Звери Жал Стой Дай Салу Распользовались Услугами Гема Ребят Ну Не Получилось Немного Рэмпэйдж Сделать Но Надеюсь Вам Все Рэмпэйдж Больше Понравится Потому Что Тут Такая Более Активная Катка Прикольно Пойдем Еще Докупим Моншар Чтобы Был Фулл Пак Ребят Не забудьте Поставить Лайк Кому Понравился Данный Гайд Лайки Опять Как обычно Ребят Лайки Просить Не буду Ставьте Сколько Сколько Так сказать Желаете Нужным Ставить И Соответственно Благодарочка Вам За то Что Вы смотрите Мое Творчество Такой Вот У нас Сегодня Герой Мощный Сильный Аппетитный Не хватает Тарасочки Немножко Но Типа Что Есть То Есть Го На базу На базу И возьмем Тревел Тревел Возьмем Сейчас Хорошо Отлично Го А Мы уже не возьмем Да Ладно ГГ ребят Вот такая Вот она Сегодня Катка На спектре Получилось Две катки Отыграл Для вас Ладно Ставьте лайк Кому понравился Данный гайд Обязательно Подписывайтесь На канал Если вам нравится Такая стилистика Так сказать И Соответственно Всем спасибо Всем спасибо За просмотр Так сказать И ждем Когда фурион У нас запилится Сроденца И тогда Конечно же Будем выходить Ребят Ну а пока Пока меня нету Ребят Смотрите гайды Приеду уже Очень скоро Этот гайд Наверное Выйдет В среду Или в четверг В четверг Скорее всего Этот гайд Выйдет Будете уже В четверг смотреть Довольны Ребят И надеюсь Всем понравится В общем Ребят Все С вами был Азиас Давайте До скорого Друзья Вот такими Этемами Я должен был быть Хорошо Так Ну вот эти Баши Не бесконечные Так Ну меня тут Походу Не отпустят Да Несмотря на Мое ВГ Вообще Плевать Опа Я перешел Через стенку Перешел Через стенку Я тут Не убегу Скорее всего Все Я убежал Походу Кунка Ну что ты Ты ж стоишь Давай Может там Корабль Какой-нибудь Закинем Таки Хорошо Отлично Я бы вряд ли Ушел Если были бы Другие Айтемы Серьезно Очень много Дэмэджа В себя Принял Что ты хочешь От меня Ноль Дэмэджа Буду Буду драться Немножко Это уже Опасно Единственное Что меня может Даггер Я не успел Кинуть Боже Я даггер Не успел Кинуть Да как так Серьезно Я вижу Что они Вот так Сейчас уйдут Двоих я забираю Я даггер Должен был кинуть Не успел Даггер кинуть Там прилетело Я не успел Улететь Видел кто-то Тут шел уже Понял что Уже тени Не заберу За то что Башится Постоянно Лицо Ну вот Ошибки пошли Понимаю Ну от этого Игра тяжелее Интереснее будет На самом деле Если ошибки есть Тут как бы До Микро Недоигровка Так сказать Хорошо Есть БМ Бродсворт Купить надо Пока не умер Ну фингера Сейчас Ребят Ну не знаю Че Вижен что ли Ставить Умрет тоже Хорошо Тут Скелет Соска Таунку Соска Именно соска Почему соска Вы пишете Постоянно Я не понимаю Соска Э соска Соска Это детская Такая штука Которую ты сосешь Соска 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 Я вообще Ору Не понимаю Просто Почему так пишет Гоу Тараска Есть Можно поесть Сказать Сюрприз Ребятам И еще Че-нибудь Надо бы Сделать Ну даст Стан Прыгну Стой Бератон Ты куда Ну какое ТП Иллюзиями Под контр Нет Ужасно Мне он не нравится Не нравится вообще Этот кунка Ужасный кунка Я туда не подхожу Я туда не подхожу ЕС подойдет Бахнет Будет 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 драться Отойти Отойти Немножко У него БКБ Все Гоу Еще Еще один Диффуз Что ли Тебя Надо будет Вязать Я На тебя Все Диффузы Солью Чтоб Тебя Убить Изи Изи Тамир Тамир Иди сюда Вот так Вот так И главное Сколько Диффузов А главное Как ты Ими Пользуешься Смотри Еще Ультует Хитрый Вивер Влинку Мы еще Диффуза Но можно Апнуть В один фиг Как бы Не парюсь Пришла Сладостная Месть И побежал Ти-ти-ти-вери-вери Ти-ти-ти-вери-вери Ти-ти-вери-вери Что я пойду И заберу Его так Наглую Изи Изи Тамир Тамир Не удалось Не удалось Бензопила Пошла Кускварна Называется У нас Бензопила Так называется Кускварна Геге Ребят Ну такая Если честно Средняя Какая-то Игра Но Три Три подряд Изи На спектре Задушил На самом деле Вообще Никаких проблем Не было С данным Персонажем